МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так, здравствуйте, товарищи! Мы никого с вами... Садитесь, пожалуйста. Никого не ждём, поскольку у нас это не лекция, а консультация. Кто пришёл, может задавать уже вопросы. Поскольку я пришёл, тоже могу отвечать на эти вопросы. И давайте, значит, задача консультации в чём? В том, чтобы выяснить то, что кажется не очень понятным. Разобраться в этом. Так, ну давайте первый вопрос какой. Слушай вас. Слушай, пожалуйста, что такое революционная ситуация и как они складываются? Что такое революционная? Ну вопрос какой-то странный. Вы должны сказать, чтобы вам непонятно было. Мне ведь непонятно, как складываются революционные ситуации. Если вам непонятно, как складываются, надо знать, что это такое. А тогда уже... ...предыдущий вопрос был. Так что это такое, а потом тогда... Что это такое, вам понятно? Ситуация, при которой возникает революция. При которой что? Революционная ситуация, при которой возникает революция. Нельзя сказать так. Потому что революционная ситуация складывается, а революции может и не быть. Поэтому как вы это? Может такое быть, что революционная ситуация налицо, а революции нет? Может? Да. Поэтому так вот сказать, как вы сказали, не очень здорово. Значит, надо говорить не о том, при которой складывается революция, которая благоприятна для совершения революции. Благоприятна. То есть сложились условия, благоприятны для революции. Как это на философском языке выглядит, когда для какой-нибудь сути дела. Созданы все условия, говорится, в учении о сущности в научной логике, она вступает в существование. Вот если созданы все условия, условия есть, значит, последний фактор остался какой? Субъективный. Теперь нужно, чтобы кто-то принял решение и из революционной ситуации вышел уже с революцией, а не просто с тем, что была революционная ситуация, но ее не использовали. В частности, вот большевики в этом смысле проявили, можно сказать, образцовую тактику, потому что революционная ситуация сложилась осенью 1917 года, а большевики были подготовлены к совершению революции. В частности, летом 1917 года, во второй половине лета, в Ленинграде состоялся шестой, в Санкт-Петербурге, Петрограде, Петроград он так назывался тогда, состоялся шестой съезд российской социал-демократической рабочей партии большевиков. Стоялся он сначала на выборской стороне, а поскольку там было небезопасно, потом он переехал за морскую заставу. И вот там с докладом о вооруженном восстании выступил товарищ Сталин. И по этому поводу было принято решение о подготовке вооруженного восстания. Поэтому уже летом 1917 года принято было решение партийное, которое обязывало всю партию готовиться к совершению социалистической революции. Позднее, в исполнении этого решения, было принято два решения Центрального комитета. Одно решение Центрального комитета принималось на Карповке, в конспиративной квартире, а второе решение принималось на улице Болотной, в Выборгском районе. Там этот дом хорошо сохранился, очень красивый, деревянный, трехэтажный, фигурный. Там это было помещение муниципалитета, которым возглавлял товарищ Калинин. Он предоставил для решения вопроса Центральному комитету это дело. Там был избран военно-революционный центр, партийный центр по руководству восстанием. И вот этот партийный центр, когда уже был избран, он занимался только совершенно техническими вопросами. То есть тем, чтобы не разговоры были о восстании, а непосредственно было все сделано для того, чтобы это восстание состоялось и состоялось победоносно. В частности, поскольку там был музей, как филиал музея истории революции, там была и соответствующая экспозиция, там Каменев и Зиновьев выступили против. Указано, кто входил в этот партийный центр по руководству восстания. Ленин туда не входил, а туда входил... Но Ленин присутствовал на сезоне ЦК. Сталин, Свердлов, Бубнов и другие товарищи. И одно из решений этого партийного центра было такое. Послать людей в районы, чтобы они принимали решение и требовали от ЦК начала вооруженного восстания. То есть этот уже партийный центр даже занимался тем, чтобы прекратить всякие колебания. Потому что это всякие колебания, это смерть вооруженного восстания. Тут нужно действовать решительно и определенно. Что мы в итоге имеем? Мы в итоге имеем, что практически восстание было бескровным. Потому что имелся превосходящий перевес сил на стороне восставших. А именно, это Петроградский гарнизон. Петроградский гарнизон. Ну а это уже элемент революционной ситуации. Сложились благоприятные условия, потому что благодаря деятельности большевиков, которые выступали за мир и против бюллистической войны, это во-первых. А во-вторых, они выступали за то, чтобы дать землю крестьянам. А армия состояла в основном из вооруженных крестьян. Поэтому своей политической линией большевики привлекли на свою сторону значительную часть армии. И в частности Петроградский гарнизон, и войска Северного фронта. Это вот кто мог бы помешать или задушить, допустим, восстание. А тут наоборот. Ну кто мог воевать, скажите, просто в борьбе Петроградского гарнизона и Временного правительства, кто победит? Ну как-то даже нечего даже думать на эту тему. И кто на стороне был Временного правительства? А вот там дрова сложили и поставили к этим дровам женский батальон и юнкеров. То есть это юнцов, так сказать, из военных училищ. Ясное дело, что они, когда начался штурм, они, так сказать, разбежались. Но кто-то, видимо, выстрелил, потому что несколько человек погибло. Не более пяти. Из числа тех, кто совершал вооруженное восстание. Поэтому если у нас вот после буржуазной революции целое кладбище возникло на Марсовом поле, то если вас спросят, так сказать, вот, допустим, что вам посоветовать, где жертвы Октябрьской революции? Могу вам сказать, если вы придете в лесотехническую академию, в парк лесотехнической академии, там вы найдете две могилы или три. И все. И больше жертв нету. А вот жертвы гражданской войны уже были большие. Кто заинтересован в проведении гражданской войны и осуществления? Тот, кто победил или кто-то, кто проиграл? Вот если я победил вас, и зачем мне гражданская война? Все, вы уже у меня тут в подчинении. А тут вот собирается группа таких товарищей, которые вне политики, и начинают готовить белую к барлю. Причем гражданина Краснова, Ленин, отпустил под честное слово, что он не будет выступать против советской власти с оружием в руках. Но на словах, пожалуйста, выступайте, никому не запрещено. Вы и сейчас можете говорить. И против нынешней власти. У нас свобода, демократия. Говорите сколько угодно. Как только будете что-нибудь делать, тогда уже другое дело. Свобода слова, собрание союза. Ну а революционная ситуация состоит в том, что... В чем она состоит? В том, что уже не могут управлять по-старому верхи. Так? То есть вот временное правительство, оно управляло. Вот оно гнало людей на убой, на то, чтобы они воевали. Оно свое дело не делало. Поэтому оно тоже внесло вклад в революционную ситуацию. Что должно было сделать буржуазное правительство? Скажите, пожалуйста. Буржуазное правительство по-хорошему должно было отобрать землю предыдущего класса у феодалов и раздать ее в целях развития капитализма, раздать ее по едокам. Так? Так. Чего требовало? И сэры требовали, которые собрали соответствующие наказы крестьян. Оно это не сделало. Оно не выполнило задачи свои. Оно по-прежнему хотело управлять по-старому. Но по-старому у него не получалось управлять. То есть оно продолжало политику по существу феодальную. Вместо того, чтобы забрать у феодалов всю землю. Это сделали большевики. Большевики это сделали, выполнили то, что не является их программной целью. Программная цель какая у большевиков была? Коллективизация. Ну, общественная собственность, правда? Ну, не частная же. А просто разделить землю, это мы знаем. Что ваучеры, так сказать, что средства производствовали, что землю разделить по едокам. У одних скоро быстро скопятся в руках, а у других ничего не будет, они будут бедняки. И опять вернется та старая картина бедняки, середняки и кулаки. Вот. А низы не хотели жить по-старому. И это выражалось в России в том, что не хотели участвовать в империалистической войне и хотели сами забрать землю. Так что вот вторая черта революции. И резкое ухудшение положения масс. Во время войны, война, голод, похоронки с фронта. Поэтому все вот элементы революционной ситуации. Ну и еще раз я повторяю, что революционная ситуация, это ситуация благоприятная для совершения революции, но не сама революция. Потому что если не использовали эту возможность, ну и нету этого. Так что вот такая ситуация. Второй вопрос. Можно по этому еще уточняю? Можно. Ну вот как бы вы ответили на вопрос, в чем отличается горшок от вычислительной машины? Как можно сравнить революцию с тем, что было на Украине? На Украине была революция? Ну так о чем сравнивать? Как можно сравнивать революцию? Ну вот горшок с яичным желтком. Ну как можно сравнивать? Это же не революция. Какая была власть на Украине до переворота? Вот последняя. Стала какая? Такая же буржуазная. И что тут? Ну и что тогда тут? И как можно сравнивать? Как вы сравниваете ситуацию, которая была? Там никакой революционной ситуации не было. На Украине. Вышли на площадь. И что? Ну вышли на площадь. Давайте я вам сейчас всем дам денег и скажу, что вы вышли на площадь. И вы выйдете. Сколько вам надо, чтобы вы вышли на площадь? 10 тысяч. 10 тысяч? Сейчас, заходите, подходите. Получайте. Ну что, не знаете, что 5 миллиардов потратили американцы на организацию этого всего мероприятия? Я думаю, что там не 10 тысяч, а побольше платили за выход. Так что в чем проблема? Вышли на площадь. Вот нашли. Это что, признак революционной ситуации? Выход на площадь? У нас на площадь все время выходит. Каждый 1 мая выходит на площадь. 7 ноября выходит на площадь. Что нового? Что нового? Неудачи. А? Бужуазная революция. Там же не выход на площадь был. А там законного. Совершили военный переворот. И пытались убить законного президента. Пытались убить или нет? Что так смотрите на меня? Я просто уже во Франции. А? Я во Франции. Не понял. Еще раз. Пытались законного президента убить? Не помню. Как вы не помните? А как он? Он же бежал из Киева, где его собирались уничтожить. Ну и как дальше? Он бежал, бежал, за ним гнались. Он на автомобиле ехал с кортежей. А потом спустились вертолеты, прилетевшие из России, и увезли его в Росток на Тону. Вот таким образом сохранен был законный президент. Тем не менее, там стали проводить выборы, как будто президента этого нет. А до этого была договоренность о том, чтобы провести выборы спокойно. И тогда, может быть, его и переизбрали, этого президента, и избрали бы другого. Я сейчас не говорю о том, хороший он или плохой. Вам нравится этот предыдущий президент? Мне не нравится. Мне этот не нравится, тот не нравится. Еще который перед этим был. Вам перед этим нравился, что ли, президент? Ну вот. Так что вопрос-то не об этом. Вопрос о том, что это переворот, а не революция. Чем перевороты отличаются от революции? Тем, что класс правящий не меняется. А вот какая-то группа в правящем классе меняется. Больше буржуазный класс стоял более пророссийский в власти. А сейчас группировка проамериканская встала. Вот и все. Ну и кто организовывает? Америка организовывается и помогает тому, чтобы к власти пришла проамериканская группировка правящего класса. Это нормально? Ну если американцы, так сказать, проводят свою политику. Это нормально, что они добиваются того, чтобы поставлен был другой? Нормально это вот с точки зрения буржуазной демократии. Ненормально, потому что ну и агитируйте, там вкладывайте еще деньги, не жадничайте, пока не переберут этого президента и переберут вашего сторонника. Вот это будет с точки зрения буржуазно-демократического. А они участвовали в организации военного переворота. Поэтому это американский фашизм на экспу. Точно так же, как у нас, когда стреляли по Белому дому в 93-м году и разгоняли высший демократический орган, законодательный. Это что? Как называется? Фашизм называется. Чей? Американский. У нас не было финансового капитала к этому времени, поэтому российский, это не мог быть фашизмом России. Американский. И стреляли со стороны американского посольства в солдат с тем, чтобы они, так сказать, погибли в каком-то количестве и решительно на штурм Белого дома и бросили. Так что это я вас буду спрашивать. В чем разница между революцией и переворотом государственным? Революция – это переворот? Да или нет? Что значит, ну, наверное? Да еще ну. Кому вы ну? Вы это будете на экзамене, который соответствует государственной программе? Говорит, ну. Это я вам расскажу тут. Иностранцы приехали в Москву и гуляют по Красной площади. И вот они спрашивают, это Красная площадь? Им отвечают. Да. Они еще раз переспрашивают, это Красная площадь другого человека? Тот говорит, да, это Красная площадь. Они странные, разные ответы. Они третьего спрашивают, он говорит, как вы? Ну. Спрашивают, это Красная площадь? Ну. Ну. Ну вот они приходят уже в гостиницу, там у них соответствующий переводчик, который хорошо понимает по-русски. Они его спрашивают, так вы объясните, в чем там вот дело? Почему по-разному отвечают? Ну, говорит, тут разные просто люди. Вот. И люди с высшим образованием, они говорят, да, это Красная площадь. Со средним образованием, они говорят, да. А безграмотные говорят, ну. Так что это не ответ такой какой-то для вуза. Что значит, ну. Революция, переворот или нет? Да. Ну вот это ответ. Но это определение революции или нет? Нет. Ну вот видите, все четко и ясно. То есть, всякая революция, конечно, переворот. Но не всякий переворот революция. Значит, для того, чтобы была революция, перевернуться должны классы. Угнетенный должен стать господствующим, так, прогрессивный должен стать, был угнетенным, становится господствующим. А реакционный, который был наверху, внизу, это переворот. Но переворот классовый, а не такой переворот, что внутриклассовый. Это дворцовые перевороты, военные перевороты, когда меняются какие-то слои, элементы, которые осуществляет власть в буржуазии. Так, понятно. Еще какие вопросы есть? Мы вам не мешаем разговаривать? Мы вам не мешаем разговаривать? Вопрос возник. Была ли революционная ситуация накануне христианской реформы? На кому? Чего? Накануне христианской реформы была ли революционная ситуация? Ну вот давайте посмотрим, значит, верхи могли жить по-старому? Не могли. Раз не могли, они уже начали делать какие-то сады, так? Теперь могли они управлять по-старому? Могли. Вот взяли, сделали реформу и придумали, как управлять по-старому. Это по-новому или по-старому? Они землю отдали христианам? Нет. Ну вот они, значит, переделали свое управление. То есть они по-прежнему по-феодальному управляли. И стали феодалами в буквальном смысле. Не в смысле крепостных, крепостников, а в смысле владельцев земли. Земля у кого осталась? У феодалов. По-прежнему крестьяне земли не получили. Вот, поэтому они смогли управлять по-старому. И для того, чтобы, более того, когда была революционная ситуация перед буржуазной революцией и прошла буржуазная революция, то буржуазия по-феодальному еще продолжала управлять. Она так и не испроприировала земельную собственность и не отдала землю крестьянам. В этом ошибка. Ну почему так быстро получилась социалистическая революция? Потому что социалистическая революция решала задачи буржуазной революции. И поэтому так быстро сложился перевес на стороне большевиков. Потому что они доделали все то, что не решила буржуазия. Все эти дела. Так, еще какие есть вопросы? Я чувствую, здесь собрались революционеры. Они уже готовятся. А только по экзамену вопросы или вообще? Я думаю, сначала по экзамену. У нас консультация по экзамену. А потом можно вопросы вообще. Да? Скажите, пожалуйста, что нужно ответить на вопрос варварства и цивилизации? О чем? Варварства и цивилизации. Не понял. Я вопрос не понял. Еще раз. Цивилизация у вас, вы говорите, а цивилизация... Есть такой билет, варварство и цивилизация. Цивилизация, слово я услышал. А перед этим какое слово было? Варварство. Что? Варварство. А, варварство и цивилизация. Ну, так надо рассказать, в чем состоит варварство и когда началась цивилизация. Чего тут непонятно? Если написано рыбу и конфеты. Сначала про рыбу, потом про конфеты. А в целом, что их объединяет? Это еда и эта еда. Но не надо их сразу есть, лучше по отдельности. Но некоторые берут первое, второе, третье, и говорят, все равно это в животе будет одно. И в тазик перемешают и едят. Но вы все-таки должны разделить. Что сначала было? Было варварство и потом цивилизация? Или цивилизация и потом варварство? Вы как историк не можете сказать? Варварство. Пришествовало, да? А что отличало цивилизацию? Вот мы с вами цивилизованные люди или варвары? А как вы узнали? Так что вы в очках. А я вроде как варвар, поскольку я без очков. Так вы узнали? А как вы узнали, что мы цивилизованные? Или, допустим, если вы задаете вопрос, а я отвечаю, то я цивилизованный, а вы варвары. Так что ли? Нет, просто если мы верим в Моргану, то цивилизованный. Во что верим? В Бога? В Моргану. Ничего я не понимаю. В Моргану. Но Моргану? Да. Что значит верим? Я не очень понимаю. Морган. Почему мы должны ему мерить? Есть книга, есть ученый Морган, древнее общество написал. Энгельс это произведение использовал широко, как серьезное научное исследование. Почему мы должны ему верить? Как вы относитесь к любым научным исследованиям? Если вы читаете их, то наука не исключает и критического анализа того, что написано, и каких-то обобщений. И каждый ученый что-то сделал, а чего-то он не сделал. Нельзя требовать от ученого того, чтобы он сделал все до конца, потому что наука развивается постоянно, бесконечно. Это вообще другой вопрос. Он не относится к варварству и цивилизации. Но он же определил, что с появления письменности училась цивилизация. Ну и что, вам не нравится, что письменность появилась? Ну потому что некоторая цивилизация... Потому что представьте себе, вот не было письменности, вот некоторые, которые не было у них письменности, они не вышли еще из периода варварства. Почему? Потому что они свою культуру не могут передать надежно. Потому что культура, с одной стороны, это хорошо, что не было письменности. Чем хорошо? А тем, что... То, что в памяти сохранялось, то и передавалось. А что сможет сохраниться в памяти? Только хорошее. Кто будет всякую дрянь сохранять? Поэтому дрянь не передавалась. Поэтому, когда вы берете там народные сказки, народные мелодии, народную культуру, всегда получается, что народное – это хорошо. Когда появились книги, то можно уже записывать всякую чепуху. Правильно? И ложь можно записывать. И то, что противоположно истине, можно записывать. Или можно записывать всякий бред. А уже когда появились у нас звукозаписывающие аппараты, то можно самую дрянную музыку записать и громко ее включить на весь двор. А лучше на всю страну. То есть, уже вот такого отбора, естественно, не происходило. Поэтому в период цивилизации нужно было найти свои формы отбора. И поэтому стали различать классическую. Классику – это то, что всегда неприходящее. А не то, что сегодня, вот сейчас об этом все говорят, об этом с утра все говорят, значит, надо это хватать. Сегодня похватали, завтра выбросили. Или привыкли, так сказать, к тому, что вызывает, раздражает, а само не содержит в себе никакого, так сказать, ни глубокого образа, ни глубокой идеи. Поэтому здесь вот у нас такой вопрос есть. Что такое классика? Классика – это не то, что где-то раньше было, а то, что всегда современно. Почему? Потому что оно входит в основу культуры. В основу. А основа, значит, на ней, все самое современное на ней держится. А есть какие-то ответвления, которые тоже сами по себе интересны, но они не являются классикой. Они не основа, они основанная. Это же разные вещи, правильно? Вот вы сейчас в одежде, в пиджаке. Пиджак он на вас? На вас. Так он основа, или вы основа? Пиджак основанная. Можно его скинуть, а вас уж скинуть нельзя. Вы же основа. То есть у нас есть другие категории для понимания вопроса о варварности цивилизации. То есть как только пошло, появилась письменность, а в дальнейшем, можно сказать, что и другие формы сохранения культурных достижений, а в культурах это накопленный опыт человечества материальный и духовный, то вот это все было продолжением цивилизации и является продолжением цивилизации. Поэтому то деление, которое сделал Морган, оно все вполне оправдывает. Письменность, молодой человек, это не живопись. Письменность. Письменность – это постижение в понятиях. А живопись – это постижение даже наскальное. Это в образах. То есть есть три формы постижения мира. Я об этом говорил, но это не я придумал, это Гегель разработал. Есть три формы постижения мира, а именно религиозная, это мы нашу свою земную жизнь понимаем, как жизнь на небесах, отражаем. Вторая форма постижения мира в образах – это не в понятиях. Для этого слова не нужны. Вот вы пойдете в филармонию, мы будем рядом сидеть, слушать одно и то же, у вас будут одни мысли в голове, у меня другие. А музыка будет одна и та же, и один и тот же оркестр исполняет, и сидим рядом со всем. Почему? Потому что тут постижение в образах, это есть передача настроения, передача настроя определенного. Конечно, бывает музыка веселая, бывает грустная, и не то, что вы сразу будете, и мне будет грустно, и вам. Но у вас грустно по одной причине, а мне по другой причине. Откуда я знаю, почему вы так грустите под эту музыку? Или наоборот, почему вы так радуетесь под веселую музыку? И чему вы радуетесь? Я не знаю, мне нечему радоваться. И вам сейчас нечего радоваться, будете после экзамена. Экзамен как праздник. А? Экзамен как праздник. Нет, экзамен... Конец экзамена как праздник. Да еще соценки надо посмотреть какие. А то есть конец, может, не окончательный конец, а перенос на осень. Так что какой тут праздник? Никакого праздника нет, и отдыха не будет летом. Так, понятно. Да, слушаю. Есть вопрос деятеля культуры. Про кого вы вдруг хотели услышать? Еще раз громче. Есть вопрос деятеля культуры. Про кого именно вам будут рассказать? Что значит про кого именно? Ну, а кого вы можете рассказывать? Или вы конкретно кого ответите здесь и слушаете? Я хочу услышать то, что вы будете рассказывать. Это раз. Во-вторых, прежде чем вы будете рассказывать, как я уже вам говорил, каждый из вас должен будет выбрать два вопроса и написать по одной страничке ответ на каждый вопрос. Рассказывать вы будете, если я вас спрошу. Это же экзамен. Это, конечно, не допрос, но опрос. Поэтому, может быть, я вот посмотрю то, что у вас написано, и сразу поставлю вам отличную оценку. И вообще не буду вас спрашивать. Что мне вас спрашивать? Мне и так ясно. Или вот я смотрю на эти написанные слова, и мне тоже ясно, что человек не разобрался. Тогда я начну спрашивать. А спрашивать я имею право по всему курсу. Правильно? Вы правильно понимаете, понимаем с вами, что мы сдаем экзамен по курсу философии. Поэтому, когда там вот пишете, то вы там не пишете то, в чем не уверены. Но человек должен представить себя, в каком? В хорошем свете себя хотите представить на экзамен. Ну, в хорошем, вы представляете. Не надо туда вставлять то, к чему я буду прицепляться. Зачем вам это надо? Другое. На следующий день перед этим. Где угодно. А зачем это на экзамен делать? На экзамен надо вот показать товар лицом. Ну, как вот защита у вас будет, там курсовая работа защиты, выпускной работы. Что, будете стараться худшие, что ли, что у вас есть, излагатели лучшие? Так вот, давайте лучше. Я вот для того, чтобы поставить отлично, должен иметь основание. Вы должны мне представить эти основания. Правильно? Я должен представить, или вы мне должны представить? Ну, так давайте мне основания. А если вы скажете, как вы ставите такую оценку, то там нет никаких оснований для этого. Кто я должен об этом заботиться? Вы должны заботиться. А вы говорите, как мне, вам представить? В самом лучшем виде. Чтобы я восхитился вашим ответом. Ну, допустим, я вам взять деятеля там либо Достоевского, либо какого-нибудь, не знаю, Семена Полоцкого, деятеля в культуре. Это очень большая опласть. Ну, вы же деятели культуры берете, которые вообще деятели, или берете какую-то направленность этой деятельности, вклад в культуру, да? Мы различаем. У нас есть такой вопрос таланты и гений. Есть? Вы на этот вопрос ответ знаете? Если вы начнете... Я начну это спрашивать, сразу вас допрашивать. Если вы не знаете ответа, как вы можете разобраться в деятелях? Чтобы просто кучу назвать деятелей. По алфавиту тогда называйте их. Список представьте, сколько уместится у вас на страницу. Нет, надо разобраться в вопросе о том, кто такие таланты, кто такие гени, кто такие таланты. Вы не знаете сейчас, надо узнать. Которые разрабатывают направления, которые открыли. Направления разрабатывают? Таланты? Ну да. А не талантам, кто мешает разрабатывать направления? Нет, у них уже есть результаты. Уже есть результаты, у талантов? Нет. Талантливый человек – это человек способный. Способный. А есть у него результаты или нет? Если он уже не просто разработал направление, еще идет по этому направлению, и не сам один плутает по этому направлению, а если он продвинул человечество вперед, он уже не просто талант, а гений. Потому что гений – это человек, который использовал свои выдающиеся способности, талант свой, для того, чтобы продвинуть человечество вперед. То есть на самом деле продвинул, а хотел продвинуть, но не получилось, или двигал не туда. Вот Гитлер – талантливый человек? Мне кажется, это софистика. Какая софистика? А, способная. Так мы же не кажемостью занимаемся. У нас есть курс, были лекции, поэтому что значит вам кажется? Вы идите куда хотите с этой кажемостью, а вы же на экзамены придете. Причем ко мне. А что вы мне рассказываете, что вам это кажется вам? Ну, вам кажется, оценку буду ставить и я, а не вы. Это вот эта суровая действительность сегодняшнего дня. Вот Ленин приехал сюда, в Петербургский университет. Мама очень беспокоилась, добивалась, что он дворянин, разрешите ему сдать. Он потому что вы выгнали из Казанского университета за участие в студенчиках за басловку. Вас не выгнали еще? Нет, вам повезло. Вот, но вы приходите ко мне на экзамен. Так вы сдайте то, что преподавалось вам, а потом идите на все четыре стороны и делайте, что хотите. Ну, вот закон Божий, если я бы преподавал, так вы должны были бы сдать. Закон Божий на отлично. А верующие, вы неверующие, это никого не волнует. Это ваше личное дело. Вы предмет сдайте, а вы мне пришли доказывать, что вам кажется. Ну, будете профессором, я буду вам сдавать. И буду говорить, а мне кажется, что луна квадратная. А вы у меня раз-два. И все. И не потому, что вы плохой человек, а потому, что я его сморозил какую-то ерунду. Вот и все. Ну, такая вот жизнь. Нет у нас равенства, нету жизни. Нет, вот у меня будут абсолютные права. Вы поняли, что абсолютные? Формально они не абсолютные. Формально вы подадите, допустим, ректору, скажете, что вот он неправильно принимал, вот он очень субъективно ко мне подошел, я до консультации его спрашивал, а он мне так отвечал. В общем, все это наговорите и так далее, напишите, создадут комиссию. Из студентов или из преподавателей? Из ваших друзей или из моих друзей? И вот эти мои друзья соберутся, сурово будут меня спрашивать, допрашивать, и вынесут вердикт. Ну, примерно такой, что вот я проявил гнилой либерализм. Давно надо было выгнать этого студента. Ну, это я вам рассказываю, как в жизни устроено. А вы видите, скажем, если вы сейчас, потом будете со мной ругаться после экзамена. Зачем вам сейчас-то? Вот человек сидит, мне ругается, улыбается. Он настроен на отлично. Так вы улыбаетесь, а настроена на три. А чего вы улыбаетесь? Знаете, кто все время ходит и улыбается? Ну, уж так, упрямо так. Я такого не говорил, во всяком случае. Это не будет. Это вы такой способный. Так, хорошо, вопрос еще. Слышу. Да. Чем отвечает ответ на вопрос эволюционная ситуация от вопроса объективной, субъективной и субъективной? Разными формулировками. Ситуация, это в целом надо взять картину, а когда говорят объективной и субъективной, от вас требуется строго разделить, где объективной, а где субъективной. Правильно? Вам же написано объективной. Вот пока вы должны их отделить, это объективная, вот это субъективная. Вот главная задача у вас разделить бытие и сознание. Общественное бытие и общественное сознание. А в первом случае вам нужно целостность дать, то есть не пропустить чего-то, каких-то моментов, которые образуют целое. Видите разницу? Вот может быть вопрос о том, про вас рассказать, как про человека. А второй вопрос такой, голова и туловище студента такого-то. Значит, про голову и про туловище. И как они соединены? Наверное, через шею. Она их соединяет и разделяет, эти два момента. Так, еще вопрос. Еще у вас. Человек хочет показать, что он занимается. А если вы вот сидите, ничего не спрашиваете, изображаете себя все знают. А это подозрительно. На первом занятии вы сказали, я ответил определение, вы сказали, что вы на экзамене на бал выше. Да, поставлю. То есть, допустим, ставлю два, а поскольку на бал выше, три вам ставлю. А единицы у нас нету. А так было бы два. То есть, вам повезло. Не забудьте мне напомнить. Так. А если вы отлично будете, то я вам там восхищательный знак поставлю. Еще. Так. У вас. Не дано определение. Не дано определение. Если оно берется как продукт, то вот когда возникли классовые антагонизмы, возникло государство. А что это такое? Так надо и не сформулировано. Так что как же оно дано? Не дано определение. Раз оно продукт, то есть результат. То есть, мы его берем как результат. Да, оно результат классовых антагонизмов. А что оно собой представляет? Вот у вас есть мама и папа. И вы результат. Или, как говорит такой философ, один философ, что родители в детях любят свою любовь. И что, про вас уже нечего больше сказать, что ли? Ну, вы-то вот тоже человек уже. Поэтому нельзя сказать, что этим все сказано. Не все сказано, что результат своих родителей, это не все. А что бы только результат родительской любви и больше ничего? Ну, что-то у вас уже есть самостоятельное. Ну, и вообще, студент Санкт-Петербургского государственного университета, это звучит гордо. Студентка. Хорошая студентка. Еще когда отличная сумка, вы получите экзамен, тем более по философии. И будете товарищу говорить, а у меня отлично, вот ему будете говорить. А он скажет, а у меня на балл больше, чем мне поставили. Потому что он заранее все продумал, он же себе гарантировал, у него как бы провалов не будет. Он из двойки спокойно сделает тройку. Поэтому он спокойно себя чувствует и на консультации чувствует, и как некоторые нервничают, а он сидит спокойно. Да. Еще какие вопросы? Пожалуйста. Вопрос есть про слияние нации. Можно рассказать про то, как большие нации себя осенируют в себе вилки. Про определение нации у вас вопрос? Нет, просто есть вопрос слияния нации. Большие они не ассимилируют. Ассимилируются нации не потому, что большие специально ассимилируют малые. Это естественный процесс, связанный с чем? Что в основе этого процесса? Основа. Основа в том, что это большая, а вот это малая? Это основа для ассимиляции? Какая-то более культурная разность. Не обязательно более культурная. Что, обязательно большая нация более культурная? Вот как вы думаете, американская нация более культурная, чем иракская нация? Вот они прилетели и разбомбили там, убили президента и они от этого более культурные. Как не нация? Нация, буржуазная нация занимается. Как не нация? А кто же это делал? Американцы делали или французы? Французы участвовали, англичане, они втянули эти американцы, обладая не культурой, а мощью своей. Но английская нация более старая, более культурная. и французская более старая. Не было никакой американской нации, а французская была. И испанская была, и португальская была, и голландская была, а американская еще не было. Поэтому там и культура не имеет больших корней. Поэтому большая и культурная это не одно и то же. Так что в основе ассимиляции? Определение нации знаете? Скажите определение нации. а где вы взяли такое определение? На дороге нашли? Сюда шли на консультацию и валяется какой-то листок и там написано это. И сходу взяли такое определение? Если вы взяли правильное определение, то вы на вопрос могли бы ответить. нации это общность людей основывающаяся на общности территории, экономики, языка и культуры. что самым подвижным тут является? Территория подвижная? Слабо подвижная, да? Можно потерять часть территории, можно наоборот приобрести. Так? Экономика 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 она что делит людей на нации или она соединяет эти нации в одном? Экономика соединяет. На каком языке будут говорить люди на одном и том же предприятии промышленном? На каком? На том, на котором говорит большинство. Вот тут тогда большинство может работать. Большая нация и большинство говорит на этом языке, поэтому решаются экономические вопросы. На основе экономических решаются и другие вопросы, политические и культурные решаются тоже. Поэтому никто ничего не должен запрещать и никто не должен ни в чем никого ущемлять, но процесс это естественный связанный с развитием экономики. Вот скажем, когда у нас был Советский Союз, как вы думаете на столичных городах союзных республик состав рабочего класса какой национальный был? В столичных городах на крупнейших из самых передовых предприятиях. Вот авиационные предприятия в Ташкенте, там кто, узбеки были или русские в большинстве? Русские в большинстве. На каком языке по этому разговору шел, когда делали самолеты? На русском или на узбекском? На русском. А когда сюда приезжали узбеки в Ленинградское и на узбекском защищаться? Что смотрите? Что так смотрите, как будто они разрешали? Разрешали. Пожалуйста, защищайтесь на узбекском, пишите все на узбекском, защищайте на узбекском, и узбеки будут знать про вашу диссертацию. А вы хотите, чтобы весь мир узнал про ваши научные достижения? Значит, этот вопрос не так решается, что кто-то заставляет, что нация, которая заставляет большинство, должна заставлять нацию, которая заставляет меньшинство ассимилироваться. И так получается, что узбеки предпочитали защищаться на русском языке, и таджики предпочитали сюда приезжать и защищаться на русском языке, и диссертацию, и автореферат печатали на русском языке, потому что автореферат остается в крупнейших библиотеках. А вы достали автореферат на таджикском, понимаете по-таджикски, нет? Ну все, и на этом конец. Поэтому это естественный процесс, в основе которого лежит развитие экономики. На какой основе в целом развивается? Скажем, вопрос цивилизации. Некоторые наши малые народности, северные, не имели письменности вообще до советской власти. Поэтому что принес русский народ этим малым народом? То, что они получили письменность. Вот теперь некоторые граждане, которые получили письменность, хотят кириллицу заменить на латиницу. Как будто бы это вот кто-то из другие народа принесли эту самую письменную культуру. А это уже чисто политические махинации. Государству должно вмешиваться в вопросы языка? Нет. Поэтому государственных языков не должно быть вообще. Потому что государство это что? Насилие. А в области языка насилие не должно быть. Хотите говорить по-японски? Говорите. Есть вопросы на японском? Если хотите задавайте на китайском, но сами переведите, пожалуйста. Вот, пожалуйста, задайте на китайский, потом мне переведите, я буду отвечать, а потом мой ответ переведите на китайский, чтобы все знали, чтобы им понятнее было. А то они тут расслабились, вот все, по-русски да по-русски. Китайцев больше. Надо поэтому знать ответы на китайском. Вон навекает товарищ, кого больше, того надо и вот на это и переводить. Вы же тут представитель китайского народа, а все по-русски да по-русски. Надоело даже слушать. Все по-русски. Я, например, по-корейски знаю, как, здравствуйте, я был в Корее. А кто не отвечает. А что смеетесь? Надо отвечать. А надо хостемника. А вы не отвечаете. Как по-китайски здравствуйте? Михао. Ну, вот видите, у нас мы уже поговорили по-китайски. Так, следующий вопрос. Давайте. У вас на китайском вопрос? Нет. Давайте тогда на русском разнимем. Противоречивый характер общественного развития может сказать по логике про гресс или гресс? Вопрос мне непонятно еще раз. Противоречивый характер общественного развития подвидеть рассказать про прогресс или гресс общества? Сначала надо рассказать про производительные силы. Что такое производительные силы? Можете сказать? Про производительные силы общественной уме. Ну, что это такое? А? С помощью что? С помощью чего? С чего оно двигается вопрос а вы меня это рассказываете как бы расшифровывайте мой вопрос ответа будет что это за рабочая сила таких я не знаю что такое рабочая сила вы знаете как вам пришло в голову производительными силами называть рабочую силу рабочая сила не производительная сила рабочая сила это что все что громче ну то без чем с помощью чего с помощью воздуха без воздуха производства не может быть с помощью земли без земли не может быть все упадем космос с помощью это как-то это вы не отвечаете на вопрос производительные силы состоят из двух частей объективные и субъективные это средства производства и работники работники а то что эти работники обладают производить рабочей силой это правильно но это рабочая сила обособляется от самого работника только в условиях капитализма потому что сами по себе рабочая сила по определению это способность к труду труд в себе это какая-то ваша способность интересует при капитализме капиталисты больше другие способности не интересны поэтому если вы хотите продать эту свою способность труду приходите а для того чтобы приходили что нужно сделать решить вас средств производства у вас есть завод нету приходите ко мне у меня есть и про вы придете сказать им михаил оси еще можно вам это вот купите у меня мою рабочую силу на 8 часов в день я буду это куплено у меня денег-то мало вы поищите еще и вы пойдете гулять два-три дня походите поскольку я уже договорился с такими же товарищами чтобы он ни в коем случае больше не давайте зарплату все могила все договорено вы приходите к это ладно и полотечья вот согласно у вас ровно и работаете то есть что интересует капиталиста работники его рабочая сила больше он вообще он его не нужен никак поэтому он старается вообще не заключать трудовой договор старается это сделать так чтобы вот скажем оторвало кому-то руку ногу чтобы забрали руку отдельно человека отдельно положили за забором этого завода и все его никакого отношения к ним наверно знаете что у нас серые зарплаты и не оформление трудовых отношений имеет место вот если бы вы были моей крепостной я бы его так бы не сделал как надо думать о вашем здоровье чем больше у меня крепостных тем не лучше правильно а если меня будет только двое крепостных мне никто руки не подаст а если это рабочие ну так из-за своей узбекистана периодов с таджикистана и из энергии найдем поэтому бесконечно много их в этом смысле отсюда такая жестокость работ по отношению к работникам при капитализме безразличие полное потому что и вы также рассуждаете выводка в чисто вот так капиталистически видите в работнике только рабочую силу вы с этого начали вот мы вас должны заклейметь за это так вот и второе это средства производства вот средства производства рабочая сила на это надо лучше говорить так работники и средства производства потому что средства производства без работников ничто рабочие и средства производства вот производительные силы любого общества любого работники в этом смысле при работе на общинном строе были работники правильно и сейчас есть работники и при полном конизме будут работать. Не будет такое время, когда не будет работников? Не будет такого времени. Другое дело, что все станут работниками и не будут отличаться в социальном, классовом смысле. Сидят папаши, как Маяковский писал, бороды, веники, землю папашат, попишут стихи. Так, еще? Вот. Вот. Извините, пожалуйста. Какие? Формы движения материи. А вы не знаете, что ли? Я знаю уровень. Каждый уровень есть. А он что, эти уровни, уровень материи, а не материя на этом уровне? Раз материя, так как вот материя и движется. То есть физическая форма движения материи, химическая форма движения материи, механическая форма движения материи, и высшая какая? Биологическая форма движения. Вы к какой форме движения материи, как движущейся материи принадлежите? Какой? К общественной, да. Вот вы. Вот мы с ней принадлежим к общественной форме движения материи, а вы? Мы тоже. Вот нас трое уже. Но все остальные пока не записались еще. Так. Они еще не определились. Так, еще. Михаил Васильевич, а вот вопрос есть победа и революция, ее обратимость. И там в этом вопросе обратимость, например, контрреволюцию. Да. А контрреволюцию любую, которую я там произошла через некоторую послеволюцию, или как раз в Часовской Союзе, любую. Да, но даже она через какое-то время продолжалась. Все равно это контрреволюция, правильно? Да. Если была революция социалистическая, вот в СССР была, значит, что произошло с 61-го по 61-м году? Какая контрреволюция? Гружазная. Гружазная произошла. А потом был переходный период тоже. Сколько лет? 30. 30 лет переходный период. И когда уже устаканилось, получилось наличное бытие капитализма? Ну вот, 90-91 год. В 91-м году уже можно сказать, что все. А всякие остатки, даже названия, такие как Верховный Совет, из танков расстреляли. Уже Верховный Совет-то был буржуазный. Он же все буржуазные законы приватизационные провел полностью. Поэтому это уже борьба была, связанная с зачисткой остатков даже, упоминания об этом. Но, тем не менее, никуда это не делать, потому что нынешнее общество является снятием предыдущего. В чем особенность российского капитализма? В том, что через него просвечивает социализм. Просвечивает? Ну, как относится его к богатым людям в буржуазной России? Ну, анекдоты по ним рассказывают. Например, такой. Латает цепь надубитом. Или вот анекдоты рассказывает один заведующий кафедрой встречался со своим другом, школьным товарищем, который крупный бизнесмен. И вот этот заведующий кафедрой математики спрашивает. Слушай, ну ты же не мог вот 2 плюс 2 сложить и 2 на 2 умножить. Как ты вот так разбогател? Он очень просто говорит, я за 2 доллара покупаю, за 4 доллара продаю и на эти 2 процента и живу. То есть, не знание математики не мешает ему обманывать людей. А на примере поездки коммуны тоже можно быть? А? На примере поездки коммуны, например, это тоже можно быть? Конечно. Можно. Но вот парижская коммуна, тем не менее, это все-таки, она же не охватила в целом Францию. Поэтому это, так сказать, скорее провозвестник социалистической революции, чем социалистическая революция. Хоть она и не удавшаяся, но она даже не дошла до масштабов больше. Это раз. Во-вторых, там иностранные войска стояли тоже. Хотя у нас тоже была война вот в это время, и на территории Украины были войска. То есть, в этом смысле мы обращаемся всегда к опыту парижской коммуны, но, конечно, опыт Октябрьской революции гораздо более богатый. И даже опыт Советов 2005 года. У нас таких парижских коммун было 17 в 1905 году. В Москве было вооруженное восстание. Что, она ниже уровнем, чем парижская коммуна? Нет. И после этого еще и парламентаризм появился в России, потому что Булагинскую думу сделали. Кто протолкнул, пробил это? Буржуазия или рабочий класс? Рабочий класс. Поэтому нельзя сказать, что она только потерпела поражение. Она решила некоторые задачи буржуазной революции. И вообще буржуазная революция подталкивалась к деятельности пролетариата вообще уже, и в 1917 году. Прямо уж буржуазную революцию буржуазии совершила, да? Она даже плоды не могла, так сказать, плодами воспользоваться, не отняла даже землю феодалов. Свои задачи не выполнила. Поэтому ее и брали. Не будете делать свои задачи, вас уберут. Я не буду делать свои задачи, меня уберут. Так. Еще. Михаил Иванович, в вопросе о социальных силах, обучающихся в развитии, нужно про прогрессивные реакционные силы рассказывать? Да. А что, еще есть третья? А есть, правда, шатающиеся силы. Это тоже сила. Это тоже сила. Но крестьянство – сила. А крестьянство какой класс был в России? Крестьянство? Да. Какой? Нет, как название класса-то. Крестьянство – это же не название класса. Крестьянство – это сословие. Крестьянство рабочих. А что вы путаетесь в показаниях-то? Путаетесь в показаниях-то. А что вы делаете тогда? Здесь что-то. Это вы для интереса, что ли, так выступаете? Да, так просто. Понятно. Пусть люди думают, что он путается. Он на экзамене все хорошо поговорит. То есть вы хотите, чтобы все так же были настроены, а вы раз, потом весь в белом прикоете и раз, сдаете. А сейчас в черном, чтобы фон менялся. Раз. Так, еще. Тогда что-то вы рассказываете, что социальное становление на фото в метро есть? Ну, что такое социальное становление? Ну, пример, вы как собираетесь проводить? Ну, в мире. Ну, хорошо, вы привести пример, только надо, чтобы вы в этом становлении указали бы тенденции противоположные, которые как называются? Прихождение возникновения. Да. Прихождение возникновения. Вот переходный период является примером социального становления? Переходный период, например, социального становления у нас вот два. Мы можем привести примеры, да? И переходный период от капитализма к коммунизму, и переходный период от коммунизма к капитализму. Какой хотите, такой проводите пример. И рассмотрите его. Вот ваше сейчас развитие как человека. Это пример становления или нет? Становления. То есть, когда я готовлюсь к экзаменам, у меня идет возникновение. После экзамена все уходит, знание назад. Это прихождение. У вас вопрос. А можете так четко, ясно и громко? Что-то будет здесь, я не слышу. Показать вам, как можно громко говорить в этом зале? Хорошо. Я вас плохо слышу. Вопросик. О! Учитесь. Про общественное сознание определяет общественные тени. Должны ли приводить исторические примеры? Ну, если историк приводит исторические примеры, это разве плохо? Нет. Ну, так а что, вы хотите же украсить философию историческими примерами? Это хорошо. Потом вы приводите такие примеры, что я чувствую себя уже не по себе. Как бы я уже тут не специалист. Вот так вы и так поставили вопрос, что я уже как бы не то, что делаю, что хочу, а делаю, что надо. То есть я вас поставил в тупик своим вопросом, а вы поставили меня в тупик своим ответом. Так, еще. Какие-то есть у нас угрюмые люди, которые пришли посмотреть, что задают другие люди. Потому что другие люди не выучили, а вот те, кто не спрашивает, они все уже знают. Я правильно понимаю? А что, классов так много, чтобы примеры? Ну, сначала надо классовое деление рассказать. В чем, на какие классы делится общество? Классовое деление. А потом уже примеры. А как можно примеры приводить на то, что не рассказано? Нельзя примерами заменять идею. Сначала скажут, вот есть парнокопытные животные. Определил, а потом я пример привожу, корова. А вы говорите, вот расскажите мне про парнокопытных животных. Говорите, а мне отвечайте, корова. Вопрос-то был про парнокопытных животных. И же не только корова есть. Правильно? А коза тоже. Так, а еще есть другие. И же много. Так, еще какие вопросы? Давайте. Да, но все-таки понятие государства должны сформулировать. Вы его не сформулировали пока. Это организация насилия для осуществления интересов господствующего класса. Вот это определение государства. А то, что оно результат, это вот вы должны показать, что когда появилось деление на классы, то без такой организации господствующий класс уже обойтись не мог. Почему не мог? Потому что он составляет меньшинство или большинство общества. Но если бы большинство он составлял, то, наверное, бы и не так проблемно было, тяжело. А вот если он меньшинство, рабовладельцев было больше, чем рабов? Или рабов было больше, чем рабовладельцев? Рабов больше. Значит, как могли рабовладельцы, меньшинство осуществлять свою власть? Еще какую строжайшую власть безраздельную? Без силы. Значит, сила нужна. И насилие. Какое насилие? Насилие они убивали рабов, как только они не подчинялись. Правильно? И каждый рабовладелец смог убить раба. И коллективно ловили этих самых рабов и возвращали хозяину. Но уже государство сложилось, и поэтому менялась только форма. То же самое потом ловили крепостных, возвращали хозяина. Не убивали, а только плетьми. Вот раньше бы вы не сдали бы зачет в булочи крепостной. Или экзамен. Раз, у вас и на сенную. До 1861 года. А сейчас вам повезло жить в буржуазном обществе. И вам повезло. Это недавно же было. Это еще такое, 19 век. Все знаем про них. Историки вообще, вы только это изучаете. И вы про 21 век меньше знаете, чем про 19. Правда же? Тут такие историки. Те, которые знают то, что раньше было. И не знают то, что есть сейчас. Так, еще. Так, теперь, раз нет вопросов, вот теперь у вас вопросы были не по курсу. Да, у меня вопрос в том, что средства производства. Так. То есть собираетесь купить средства производства и создать фабрику. Я бы слышал в интернете, что в 21 веке средства производства есть в каждом доме, и это компьютер. То есть компьютер стал средством производства. И не обязательно иметь завод собственности, чтобы уже... Если бы это было написано в книжке в какой-нибудь, я бы посоветовал выбросить эту книжку. Но компьютер не выбрасывайте, он пригодится вам. Средства производства есть в вашем доме. У вас ножик есть? Картошку чистили? Производство очищенной картошки из неочищенной. Это производство? Материальное? Так, пол подметали? Средство производства какое у вас для подметания пола? Швабра. Какой у вас предмет труда? Что у вас предмет труда, когда подметаете? Да какой же мусор? Вы что, это результат? Один из результатов. Значит, у вас предмет труда грязный пол. Грязный. А результат труда чист, два результата. Чистый пол и мусор в ведре. Два результата. А когда вы ведро берете с мусором и несете, это материальное производство? На помойку. Транспортировка грузов. Это материальное производство? Так все, материальное производство сводится к какому-нибудь движению. Взяли отсюда, отнесли туда. Или вот вращение идет. Отделяют стружку, а остается то, что не надо отделять. Получается деталь. Там сплошь у вас средства производства, не надо придумывать. А компьютер работает с идеями или с материальными предметами? Вон, что у вас делает компьютер дома? Картошку чистит? Ну, а что тогда вы тут разговариваете? Вот он вам помогает. Да. А производство есть процесс присвоения предметов природы. А идея – это предмет природы? Нет, но почему только предмет природы? По определению. Знаете определение треугольника? Если не четыре угла, а три. Вот и определение точно так же материального производства. Это производство, есть производство предметов природы в рамках определенной формы и посредствами. А теперь, почему такое внимание к материальному производству? Я вам в самом начале объяснял. Потому что оно первично. Общественное бытие определяет общественное сознание. Вот то, что передается по интернету, определяется тем, какое у нас производство. Не было бы такого производства, не было бы у вас компьютера. И не было бы никакой передачи, никаких идей. И вы бы писали бы, настенной живописью занимались. Это кто создал этот самый компьютер? Компьютеры ещё делают. Это ещё сделано. Из идей или из железа? И то, и то. Нет, не и то, и то. Не из идей оно сделано. Вы можете купить одно железо, а потом загрузить туда программу. Не то и то. Вот почему закрывается? На что закрывается этот телефончик? На магнит. А магнит что такое? Это железо. Железо. А 10 рублей у вас есть? Одной монетой? Не знаю. Совсем уже студентов довели до чего. Ужас. Ну смотрите, из чего сделано? Из металла. Какого металла? Какого? Из какого металла сделан этот жёлтый кружок? Из меди. А? Из меди. Ну вы даёте. Из стали. Вот люди просвещённые, знают, что притягивают. Я чувствую, что вы не грамотные. Медь не притягивается к магниту. К магниту притягивается только... Железо. Ну вот. Значит, я повторяю вопрос. Из чего сделано 10-рублёвки? Из меди. Вот. Вот теперь вы никогда не скажете, что наш рубль деревянный. Наш рубль. Железный. Чувствуете, наука какая у нас фундаментальная? А зачем он стал железный? А затем, что решили сэкономить. Потому что у вас кошелёк был лёгкий, потому что в нём были монеты из медно-никелевого сплава. А теперь только и покрыли снаружи. Они теперь выглядят как вы. Так вы живой человек, а сверху у вас там рубашка, то-сё. А теперь это... А раньше это было вот сплошной медно-никелевый сплав. Поэтому лёгкий был кошелёк, а сейчас тяжёлый. Таскать надо всё время. Там много, если 10-рублёвок, и уже тяжело ходить стало. Но это не значит, что растёт от этого благосостояния. У кого-то и растёт сэкономили. Так, ещё вопрос у вас, который не по теме. У него 100 вопросов, смотрите. Ну, хорошо, у вас. А вот что вы думаете, точнее нет, как вы смотрите на создание задачи какого марксизма? Сейчас поясню. То есть есть люди, они изучают марксизм, читают Гегель, Маркс, Эгельс выучивают определение, но не понимают сути вещей, то есть механически повторяют. И чтобы это побороть и углубить понимание, есть такая гипотеза, что нужно задать, чтобы они прорешивали задачи реальными, которые есть. Значит, у нас была такая практика заведующей кафедрой, Пегров, кстати, Расименович, сейчас у нас другой заведующий, вот мне говорит, что вот надо бы сделать, как вот ЕГЭ для философов, чтобы было три, на каждые три ответа, и чтобы мог студент только ткнуть пальцем и попасть в какой-нибудь. Чтобы не надо было соображать, а только пум-пум-пум выбрать. Или вера, или надя, или люба. Раз, 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 и всё. Я говорю, так это же профанация, потому что мы должны в сущность проникнуть, а это только выбирать. Если я выбираю, ничего не знаю, выбираю, вероятность попасть в нужное, какая? 33,3 в периоде процента. То есть я могу точно попасть, не зная вообще ничего, с вероятностью 33 процента, с небольшим. Он говорит, ну вот от нас требует, ну попросите студентов, поставьте им оценки, пусть они вам разработают. И товарищи философы, студенты взяли горячо за разработку. Хороший такой, но, говорит, с юмором. Юмористичный создали такой мой труд. Вот такой, значит, философия в таких вопросах. Там, допустим, вопрос стоял такой. Партия. И три ответа возможных. Авангард класса, ариегард класса, андеграунд класс. Я этим студентам поставил отличные оценки, они-то в этих вопросах разбирались. Бумаги мы сдали туда, куда сдали бумаги, и все от нас отстали. Задачник – это гораздо глубже и умнее, потому что задачник означает, что человек должен как-то решить эти задачи. Такие, да. То есть какие-то поставить задачи, по которым было бы видно, понимает человек, о чем идет речь или нет. Так что если вы такой задачник приготовите, я на него напишу отзыв. Если хороший – хороший, а если плохой – плохой отзыв был. Этим уже 10 человек занимались, марксистам. И вся вещь в том, что там собрание сочинений Ленина, допустим, большое, и одному человеку трудно проработать. Вот, 10 занимались. Не рассказывайте мне, у меня… Я полное собрание сочинений прочитал, и ничего такого трудного в этом нет. Трудно читать Галиматью. А Ленина читать легко, не запугивайте народ. И затраты никакие, особенно по времени. Ну, какие-то затраты. Вот вы, если сейчас начнете читать, сколько нужно… Вот вы просидели 4 года. Просидите 4 года на ИСФАКе. А сколько нужно времени для того, чтобы прочитать всего Ленина? Посчитайте. С том, с конспектированием. Если подряд читаешь, то там не непонятно, а понятно. Потому что там идет развитие событий исторических. Оно описывается. Причем описывается теоретически грамотно. Читать легко. А если вот я беру второй том, потом 12-й, потом 5-й, потом 16-й, потом 7-й. Вот тогда каша. А если вы читаете подряд, это быстро. Сколько недель в году? Сколько недель в году? Коллеги, помогите. Коллеги, помогите коллеги. Ну, 53 примерно, да? А там сколько Ленина? 55. Из них 45 – это статьи, книги, статьи, брошюры. И 10 томов писем. Как бы вот период охватывает определенный исторический. Это вот 45 томов. Значит, вы 45 томов за год спокойно прочитаете. А вы 4 года здесь находитесь. 4 года. И так они прочитали Ленина. Гениального. А читайте не гениального. Вот я скажу, вот вы меня слушаете, читали бы лучше Ленина? Сейчас вот у вас бы читал бы Ленин. Вы бы читали и конспектировали. Заодно вопросы задавали. Я так все время делал. Я на партсобраниях читал. У меня подходят, говорят, что вы делаете? Ленина читаю. Отстают. Я в этом газонной лекции тоже так делал и прочитал 100 книжек. Что прочитали? 100 книжек. Так 100 книжек к лакеху. А вы прочитайте одну книжку хорошую. А, и хорошую к лакехе. Вот и каша у вас получает. Как каша? Но если мы берем вот собрание сочинений Ленина, это же не каша будет в голове. Потому что вот вы можете прочитать науку логихи Гегеля, но это же не применение к истории, правильно? То есть надо увидеть, как это применяется к истории. Вы хотите взять что-нибудь какое-то гениальное? Что у вас еще есть? Какой пример, когда бы философия, политэкономия, научный коммунизм и история сплелись в некое единое целое? Ни другого примера, кроме собрания сочинений Ленина, я вам привести не могу. А вы читали 100 книг в разнобой. Ладно, оставим. Вот эти 10 марксистов им говорили, что неплохо бы было объединиться, а коммунисты не хотят объединяться. Да ладно, не надо усложнять задачи. Есть вот сборник «Главный в ленинизме», который я написал, собрал из произведения Ленина, и он в 2009 году опубликован. Могу вам подарить, чтобы вы не рассказывали, как это трудно и как тяжело. Называется «Главный в ленинизме». Если зайдете на сайт Фонда Рабочей Академии, вот он на главной странице, слева, так и висит. Нащелкнили на него своим компьютером, который хоть не средство производства, но средство передачи идей, и открываете и смотрите. Там и письма, к соответствующему году поставленные выдержки из писем, чтобы не получилось письма потом. А письма тоже, если к этому периоду относятся, они тоже используют. Вот посмотрите и передайте привет этим товарищам, которых 10 человек собралось и никак не могут решить простую задачу. Я бы не сказал, что она уж такая сложная. Ну хоть одну задачу-то написали? Ни одной? Ну что это? Что значит собрались люди? И что вы делали? Потом скажете. Так, я тебе уже ясно. Собирались? Собирались, ни одной задачи не придумали. Мы, говорит, делаем задачник. Мы сейчас очень заняты, мы поэтому ни одной задачи не придумали. Это не я, это мне рассказывают. Вот. Хорошо. А вы рассказываете про тех, кто собрались вместе, делать задачник, и ни одной задачи не придумали, и так же плодотворно продолжают работать. Они не собирались вместе, они отказываются собираться вместе. То есть они по отдельности разрабатывают тех, а они не отцепляют. Я не очень понял, зачем для того, чтобы написать, одну задачу собираться вместе. Один одну написал. То есть собираются люди, которые ни одной задачи никто не сделал. И тогда от этого собирания вместе ничего не получается. Надо бы собираться, чтобы каждый человек хоть одну задачу сделал, тогда можно собираться вместе и делать уже 10 человек, 10 задач. Как-то надо к этому подходить конструктивно. А то это называется, знаете, как вот у нас, у вас есть военная кафедра, нет? Нет. А у нас была. На третьем этаже вот здесь была. Ну как, говорят, там ставили оценки. Подход. Отлично. Ответ 2. Отход. Отлично. Общая? Правильно. 12 на 3. 4. Так вы здесь собираются, 10 человек, разговор. Ни одной задачи нет. Я думал, вы сейчас какую-нибудь задачу расскажете. Прямо. Значит, хотят люди, то есть хорошее дело. Но если хотят, так надо делать. Так и делайте, кто им мешает. Можно ли запретить это делать людям? Нельзя. Будет хороший задачник, я напишу на него хороший отзыв. Как профессор. И автор книги «Главный в ленинизме». Вот такой толщины, которая висит. Вот посмотрите. Посоветуйте товарищам ознакомиться. А то они никак не могут прочесть полное собранное сочинение. Вам сколько лет? 19. 19. Если 10 лет будете ленина читать, 29 лет вам будет. А в 30 сделаете революцию уже. К этому времени вызрит революционная ситуация. Можно быстрее прочитать. Быстрее? Ну зачем? Я вот посмотрел, как вы это делаете. Вам быстрее не надо, вам нужно 10 лет. За год можно прочитать. Но у вас же всякие дела. Вы еще какую-то ерунду должны читать. Читайте эту ерунду. Не можете вы же гениальные книги читать. А то вы вдруг сами станете гениальным. Чтобы быть скромным, чтобы не стать гениальным, читайте еще и барахло. Не будете спорить. Хорошо. Можете и спорить. Еще какие у вас вопросы? У него сильные вопросы. У вас тоже зазрел вопрос. Такой же? Если крестьяне работают на мануфактуре, какое у них главное занятие, от которого они получают главный продукт? Работают на мануфактуре. Ну так тогда они не крестьяне, а они рабочие на мануфактуре, которые имеют дополнительный заработок в земледелии. Но если вы историк, и еще вы катаетесь на велосипеде. Вы что, велосипедист? Нет. В шахматы играть. Вы шахматист? Нет. Ну вот Карпов шахматист, он у нас был на экономическом факультете. Хоть он и учился на экономическом факультете, но иногда появлялся, и вообще он шахматист. Вы же говорили, что мелкая буржуазия, она только в том, что у нее есть могут быть работники, не обязательно. Она сама работает. Нет, ну это же не мелкая. Вы же бы взяли, если она работает в мануфактуре. Какая же она мелкая буржуазия? Она производит дополнительное иное же действие, а есть тоже? Да у нас подсобное хозяйство до хрущевских времен был у очень многих рабочих во всех пригородах подсобное хозяйство. И у рабочих совхозов было подсобное хозяйство. Что такое подсобное? Подсобное подсобляет, помогает, не основное. То есть дает дополнительный продукт и больше ничего. То оно никак не решает вопрос, рабочий он или нерабочий. Вот вы студент, а у вас может быть подсобное хозяйство. Вы кроме того, что занимаетесь историей, выращиваете огурцы и продаете на рынке. Но если вы в основном выращиваете огурцы и продаете на рынке, а здесь иногда появляетесь, то у вас вот это занятие подсобное в университете. То есть надо решить все-таки, что главное, что основное, а что второстепенное. Если основное есть, поэтому то, что вы берете, здесь в мелкий буржуа тут вообще даже ни о каком мелком буржуа не может быть речи. Это рабочий, но у которого есть какое-то подсобное дополнительное хозяйство, дополнительный заработок. Он может работать на трех работах, а может сельскохозяйственным трудом заниматься. Или очень многие рабочие, например, Кировского завода Намшинская имеет, у меня сестра там имеет, Намшинская, она работала на Кировском заводе, и муж ее работал на Кировском заводе в металлургическом производстве и кузнецом. Вот они и там имеют дачу, я, так сказать, помогал им даже этот, там вырубать этот лес, который им кусок дали. И там они выращивают огурцы, а иногда мне придают огурцы в банки. И мне хорошо. Но от этого они никак не переставали, вот тот же самый Виктор Александрович, общенников, никак не переставал быть рабочим от того, что он еще выращивает огурцы. Просто он быстрее их выращивает, другие. Он раз-раз и сварил себе кессон, который под домом, потому что там блина, и там погреб не сделаешь, там все зальет водой. И вот эти рабочие Кировского завода, мощные такие кессоны делают, двумя трубами, такие металлические Карабаи, они под домами, там существуют. А я, например, копал землю под этот кессон. Две недели. Читал Библию и две недели. И читал, и копал. Вот у меня не было ни основного, ни у вторых себя, но ровно два часа читал Библию и два часа копал. Поэтому когда говорят, дайте еще покопать, говорю, нет, у меня Библия, а потом как вот посчитай уже два часа, думаю, уже все, хватит, пошел бы еще землю копать. Так, еще. Что-то со стороны Китая нет никаких вопросов. У вас все ясно уже в развитии? Да. Хорошо. Вот, учитесь китайским товарищам, все ясно. Да. Вот у меня такой вопрос, что из марксизма в 21 веке не работает? Что? Что из марксизма в 21 веке не работает, не актуально? Как-то я вот такая формулировка меня не устраивает, значит, не работает. Работают обычно люди. Как может марксизм работать? Ничего из марксизма не работает. Само. Ничего. Ничего. Вот есть марксисты, то есть люди, которые изучили марксизм. Они могут работать, могут не работать. То есть могут думать, могут не думать. Могут использовать методологию марксизма, могут не использовать. Или марксизм тут ни при чем вообще. Если какие-то дураки или путаники, при этом никакой марксизм помочь не может. И вины у марксизма нет. А что касается того, какие положения марксизма поменяли свое значение, можно их назвать. Это первое. Это вопрос о том, может ли революция произойти в одной стране. Раньше Маркс и Энгельс говорили, что в немецкой идеологии, что революция будет социалистической, коммунистической результатом выступления пролетариата всех передовых стран. А когда начался империализм, вот Ленин уже в целом ряде работ, в том числе, называю вам работы, о лозунге Соединенных Штатов Европы, и военная программа пролетарской революции. Вот, значит, в работе военной программы пролетарской революции, он говорит, что в силу неравномерного развития капитализма при империализме неравномерность уже затрагивает не только отдельные виды продукции, товары, не только отдельные предприятия, но целые страны. И при этом никак не может быть, чтобы сразу во всех передовых странах одновременно созрела революционная ситуация, о которой много говорили большевики вот на том краю сегодня как раз. Не может такого быть. Поэтому революция сначала победит в одной отдельно взятой стране. Раз. Дальше, значит, речь шла о мировой революции в связи с этим, в связи с тем, что вот будет мировая революция как выступление пролетарии всех стран. В известном смысле так и получилось. То есть, скажем, революцию в России поддерживали пролетарии других стран, и поэтому пришлось всем империалистическим государствам, которые объявили войну в Советской России, забрать свои войска отсюда, чтобы у них не началась революция. Да? Это война 14 государств. А Ленин вот в работе о лозге Соединенных Штатов Европы поэтому определил мировую революцию следующим образом. Это целая эпоха острейшей классовой борьбы, революции и контрреволюции в отдельных странах, когда шаг за шагом прибавляются новые социалистические страны. Вот. Это новое. Такого не было. Я имел в виду не Ленин, а Ленин гениально, понятно. А вот в 21 веке, допустим, в связи с появлением интернешн. То есть это какой-то новый канал информации. Да ничего такого тут нового тут нету. Что такого нового тут нашли? Новые идеи, что ли? Вы же идеи... Это новое техническое средство передачи идей. Если чепуху раньше в книгах писали, теперь чепуху можно передавать по интернету. Или раньше, скажем, гениальные идеи были у людей, а они их записали на бумаге. Теперь можете на флешку записать. В чем разница-то? В идее-то, в идее-то в чем разница? Раньше вы запоминали, а сейчас вы и запомнить не можете. И начинают люди спрашивать, им дважды два, они начинают на компьютере считать. Продавцы не видели? Совсем дураками стали. Уже не умножают дважды два, дважды три. Начинаются, открывайте. Люди раньше, вот мы, когда не разве было интернет и компьютеры, я матмех кончал, немножко лучше знаю, чем вы. Я диплом математика. У нас были БСМ и М20. Мы к ним не подходили, мы приносили программы, написанные нами от руки на Алголе 60, в которых было... Что такое программа? Это задание этому железу. Задание железу. Вот мы это задание давали, там сидели люди, набивали на перфокартах, а потом вставляли в эти большие машины, а мы потом приходили и смотрели. Приходим, а надо зачет получить. А написано ошибка первой зоны. Значит, где-то они поставили запятую, или точку, или где-то черточку нету поставили. Идите переписывай. Второй раз, третий раз, и ходишь к этому чудовищу, как вот к железу этому, как к болвану. Он тебе все говорит, это не так, то не так, все не так. И, наконец, зачет. Но перед этим ошибка второй зоны. Это по смыслу не то написали. Но это мы еще делали программу. А сейчас что делаю? Вот что вы делаете? Вы ничего не делаете. Я сейчас ничего не... Тюнь-тюнь-тюнь. Нажимать. Поэтому дети лучше и быстрее нас все это делают, потому что... Чук-тюк-тюк-тюк-тюк. Что тут еще надо? Больше ничего. Ничего не надо. Это потребителями стали те люди, которые раньше соображали, что делает этот вот предмет. А потребительство это к чему ведет? К деградации. Поэтому надо вот понимать, что смысл и интернета, и соответствующих вот этих вещей в чем? В том, что тут идеи. Поэтому если у вас идеи нет, а идей сколько? Много или мало? Мало. А разговаривать можно часами. Часами. Вот можно поэтому... Поэтому безграмотная форма, например, общения. Вот скажем, вы принесете мне бумажки, сразу будет видно. Красные строки будут у вас там стоять? Нет? Будут. Поля будут? Чтобы я мог на полях замечания делать. Надпись от подписи отличать будете? Вот так. Только что журналисты у меня сдавали. Не отличают. Вот, говорит, написано же. Ну вот я на компьютере. Ваша фамилия как? Лебедев. Вот я сейчас вот приду домой. Сейчас на капельку бать. Зачем домой? Напишу Лебедев сверху. И какую-нибудь галимативу. Могу? Позволяет мне это? Интернет. И по интернету пошлю. Ему. Смотрите, вот что Лебедев написал. Ну и Лебедев. Ну и Лебедев. А что нужно сделать, чтобы был документ? Подпись надо поставить. А подпись я не могу поставить Лебедев. Если я поставлю подпись Лебедев, то я уже жулик. А просто Лебедев написать, да это нет вопросов. Сейчас пойду, вот как только закончусь, начну все Лебедев, Лебедев. И все разошлю. У меня много очень корреспондентов. Везде Лебедев, Лебедев. И всякая галиматья какая-то в голову придет. Как что-нибудь, глупость, когда-нибудь приходит сразу. Лебедев и туда. В интернет. То есть, где вы тут что такое нашли-то хорошее? Было бы что-то. Если у вас будет что-то хорошее, хоть на скале. На скале еще лучше, если высечена будет. Да? Тогда меньше людей посмотрим, если я на скале высечу. Не так стыдно будет? Если меньше людей. Если какая-нибудь глупость, то лучше пусть меньше посмотрят. Сейчас глупостей много пишут в интернете. Глупости в основном. Я, например, на эти глупые вопросы постоянно отвечаю в интернете. Каждый раз. Что надо объяснять, что надо отличать, что есть материя, а есть сознание. Не перепутывайтесь с материю и сознанием. Вот вы сейчас прямо перепутываете. Интернет относится к сфере общественного сознания. У этого сознания есть? А у вас есть? Зачем вы это... Одно дело лебеди, в другое дело вот это бревно. Зачем вы себя подводите под то самое бревно? Это к сфере общественного сознания. Это нам подспорье к чему? К голове. А думаете, это к животу подспорье? Или к чему? К голове это подспорье. Или говорят, интернет вещей. Вещи разговаривают. Кастрюли разговаривают с чайником. Федория на горе. Помните, наверное, вот там это интернет вещей. Тарелки там. И так далее. Так, еще вопрос. Еще вопрос. Вот кто подгазался к клик. Есть такая исследовательская тема. Так. Обобщение мировой философии по разделам. По разделам этика, морали. Какое это обобщение, когда это расчленение? Нет. Расчлененка. Так это расчлененка. Расчлененка. А вы же сказали обобщение, а получилось расчленение. Как же по разделам? Весь фокус, все величие Гегелевта, это всеобъемлющая система. Система знаний философских, единая. А эти люди хотят это разрубить и на букву поставить. Это на букву В разделать, это на букву В. Она говорит, возьмите философский словарь. И не может быть. ничего хорошего. Вот я сейчас начну про вас рассказывать. Так, что у нас самое близкое? На А ничего нету. На Б борода. Немного есть. Так, пишу борода. На В волосы. И что там еще? На Г не буду говорить. Голова. Голова, да. На Д. Ну, даже нехорошо. Это какие-то оценки уже пошли. Д. Д. Ё. Ж. Ж. Не буду говорить. В общем, живот, да. Хорошо. Ну и что получилось? Ерунда получилась. То есть вопрос-то не в этом. То есть не надо расчленять то, что является единым. Энгельс говорил так прямо, что части лишат рупа. Нету частей, у вас нет частей, у вас голова не отделена, у вас вот вы сейчас сделали вот так руку, это сигнал пошел отсюда, на руку. И вот так вот. Это не рука это сделала, это ваша голова сделала. Пальчиком пошевелите. Если бы руки не было, вам бы сделали протез и факт. Очень. Факт и делают, и пальчиками шевелит, если нервы у вас, порядки и голова. Делают такие протезы, потому что это вопрос не руки, и рука у вас здесь не кончается. У вас кровь-то есть? В руке еще живая рука? Да. Где начинается кровь? Кровь. Кровь. Ну не в голове? Где? Ну она откуда идет? Нет. Откуда идет артериальная кровь? В сердце. В сердце. А венозная куда идет? В сердце. Ну так если у вас живая рука, так она от сердца неотделима. Но если вы имеете в виду, что у вас отсохла рука, тогда да, тогда можете отдельно ее осмотреть. Поэтому эти группы, безграмотные люди, придумали безграмотные идеи и реализовывают их. В результате реализации ничего хорошего и путного не получается. и не может получиться. Дальше пошли. А тогда вопрос, в чем был и про Гегель в своей системе? Только в одном, что он все это построил, как идеалистическую систему. Перевернули, перевернули, и тогда все хорошо. А как перевернуть? Очень просто. Ленин говорит, это я стараюсь читать Гегеля материалистически. А как это? А так вот написано бытие, так и считаете, что бытие, они... Потому что для того, чтобы считать, что это не бытие, надо знать остальные работы Гегеля, что он объективный идеалист. А когда вы читаете науку логики, там из самой науки логики идеализм только в примечаниях и в прибавлениях он торчит. А так в других местах его и нет. Но бытие, это что такое? Первая категория, бытие, так и в марксизме первая категория, что тут такое идеалистическое? И так и идёт. Абсолютная идея в конце. Чем кончается? Начинается с бытия, кончается идея, абсолютная идея. Что тут идеалистического? Ничего тут нет. То есть, поэтому речь идёт не о том, чтобы переделывать что-то в науке логики, а просто истолковывать её материалистически. То есть, вся философская система Гегеля в целом идеалистическая. Наука логики допускает материалистическое истолкование. и ничего не надо с ним делать читайте и все вы сомневаетесь что вы не будете это точно считать это за материю то что там бытие не расстраивайтесь все будет хорошо а вам нечего еще применять ваш вы ничего не как говорит я вот буду применять это вот если я не знаю как и куда на какие кнопки как применить посмотрите мои эти разве то просто я вам там рассказываю но ничего не понятно но еще бы не хватало до конца какой вот до конца я тоже не знаю что до конца где-то вы конец нашли в понять в понятии познание есть конец ну только чё-то да волнуйтесь нормально как это и применяется все время как инструмент вот я сделал специальный развед опрос на тему переходный период от коммунизма капитализма больше никто такого не сделал никто и нигде почему потому что им нечего применять а это можно и правильно написано это что для этого надо знать категорию становления обстановление надо понимать что кроме движение вперед и наверх может быть движение назад и вспять но вы поэтому революция политическая коротковременно это решение выбрасывания диктатуры у патриата а переходный период 30 лет капитализм кто-нибудь возражает против этого вот то что я рассказал нет не возражает вот это есть применение категория становления категория предел вы знаете как применяется да вы придержать что такое почему математика мы сейчас про что с вами говорим вы математикой сez не знаете вам сказать мы из математика сказать мобой из математикиthree не надо вот и не хочет человека ну предел что такое Вот. Граница, которую переступают. Вот если вы это понимаете, вы сейчас что пытаетесь сделать сейчас? Да, вы сейчас выходите за свой предел. А в чем состоит обучение? Вы же не равны самому себе. Вот вы сдавали экзамен по философии когда-нибудь? В жизни сдавали экзамен по философии? Нет. То есть вы не умеете сдавать экзамен по философии. Я правильно понимаю? Мне кажется, это вопрос сложный. Что сложного? Раз вы никогда не сдавали, значит не умеете. Раз вы не умеете сдавать, вы что хотите сдавать то, что не умеете сейчас делать? То есть да, надо отвечать правильно. Да, я выхожу за свой предел и делаю то, что не умею. И в этом состоит развитие. Вот если вы сдаете первый раз экзамен по философии, делаете то, что вы не делали, вы переходите за свой предел. В этом состоит развитие. Там еще будут экзамены другие, по другим предметам и так далее. Вы заканчивали когда-нибудь высшее образование? Нет? Так вы же делаете то, что не умеете сейчас. Идите отсюда. А вы как раз все равно тут сидите и говорите, нет, я буду делать то, что не умею. И это правильно. И я хочу сказать, что я тоже всю жизнь делаю только то, что не умею. Зачем я буду делать то, что я уже умею? Я-то там ничего не научусь. Правильно? Надо делать то, что ты не умеешь. И тогда ты будешь все время развиваться. Вы хотите быть развитым человеком? Ну так и делайте то, что не умеете. Вот вы и задаете вопросы, потому что вы хотите получить на них ответы и выйти за свой предел. А вы не хотите получить ответы на свои вопросы и выйти за свой предел. У вас и вопросов нету, а у него есть. Видите, какой он путливый ученый. А я просто слушаю ваши ответы на их вопросы. Вы просто слушаете. То есть вы просто созерцательный такой фейербаховский материалист. Я тоже выхожу из своего предела, просто молча. А вы молча выходите из своего предела. А он с шумом. А он же уже на балл один набрал себе и сейчас хочет набрать очков перед экзаменом. А вы не набираете. Это человек продвинутый. Он знает, что он живет в 21 веке при капитализме. Надо товар лицом показать. А вы думаете, вот если хороший товар так будут покупать? Нет, без рекламы сейчас никто ничего не покупает. Половину денег надо на товар потратить, половину на рекламу. И дрянь какую-нибудь у вас купят. Какие задачи в практической деятельности людей можно решать? Сложные задачи. Все задачи в практической деятельности людей можно решать. С помощью диалектики. Ни одну задачу, серьезную, которая относится к серьезным социальным вопросам, где имеется противоречие, без диалектики решить нельзя. Ну потому что диалектика – это учение о противоречии в философии. А все противоречиво. Поэтому на самом деле успешное решение социальных задач без диалектики невозможно. Например, государство. Это мы только говорим, что это государство, господствующего класса. Вот государство рабочего класса. А там что, только в интересах рабочего класса чиновники действуют? Нет. Бюрократы есть? Есть. Есть там люди, которые местничеством страдают? Есть. Могут быть люди при диктатуре пролетариата, которые воруют? Или коррупционеры? Могут быть? Что с ними делают в Китае с коррупционерами? Сколько человек расстреляли? Не знаю. Скажите, заварящий, он не знает. Ну сколько? Некто. А? Некто. Что, некто? 10 тысяч расстреляли в Китае уже коррупционеров. Большая страна, это на миллиард 380 миллионов, это немного. 10 тысяч, конечно, не стреляли. Ну говорят. У вас есть данные точные? Ссылка есть? Ну вот что, задайте ссылку мне в следующий раз. Сколько на самом деле расстреляли в Китае? Если у вас другие данные, у меня данные такие, что порядка 10 тысяч. То есть, какое бы вы хорошее учреждение или хорошее дело не засеяли, в этом хорошем деле, наряду с целым позитивным, будет обязательно что-то негативное. Если вы это не видите, то без философии вы слепой. А если вы слепой, то к вам можно подойти с той стороны, где вы не видите. И с той стороны вас можно убить и уничтожить. И всё развалить. Любое хорошее дело можно развалить, если вы не видите этого. В программах философии и политэкономии стояло в своё время, вот я когда учился, был студентом, становление и возникновение социализма. А про прихождение ни слова. Возникновение и становление социализма. Ну раз такой настрой был у всех, что только он возникает, становится, строится, или, допустим, строительство социализма закончили в 1936 году, а дальше что? Социалистическое строительство. Так что вы собираетесь строить-то? Вы же построили. Что надо делать, если дом построен? Ну, обустраивать надо его, жить и жить. У вас надо мебель привезти, вам надо тут строительный мусор выбросить, много чего. Родимые пятна-то старого строя, надо от них освобождаться. Но не строить же, а если вы опять у вас строите, опять стёкла биты, опять грязь и так далее. У вас сплошное непонимание. Вы возьмите литературу с середины 30-х годов, она вся антидиалектическая. Всё изображение этого движения неверное. И потом это всё пришло, или развитой социализм. Вся партия говорила, он развитой, почти вся. Развитой социализм. А разве может социализм быть развитым? Смысл социализма, что это не развитый, не полный, не зрелый коммунизм. То есть, если люди не знают Азов, Азов даже не знают, они не могут, как бы они там ни назывались, генеральные секретари, адмиральные секретари, ничего не понимают. Безграмотность вопиющая. То есть, не то, что где может быть применять. Нет такой сферы, где бы диалектика не применялась. Везде. Вот, скажем, вы заболели. Это что значит? Противоречие какое? Между чем и чем? Болезнь и микробы. Болезнь – это что? Клизми, микробы. Да какие микробы? Вы по-философски ставьте вопрос. Болезнь, вы заболели, это что? Ну, противоречие. Вы правильно сказали. В чем? Ну, сформулируйте противоречие. Ну, как-то вы даже не можете сформулировать. Ну, болезнь – это ваше утверждение. Вы что, вы больной, что ли? И это ваша главная характеристика. Так ваша характеристика в чем? Вы здоровый человек? Да. А болезнь – это отрицание здоровья? Да. Значит, противоречие между вашим здоровьем и отрицанием этого здоровья. Кто борется с этой болезнью? Врачи или вы? Да, врачи. И я. Так нет, дайте еще раз. Ваш организм не собирается бороться с этим? Врачи только. Они приходят, а вы там лежите. По-разному даже, да? А? Организм тоже борется. Тоже? Или все-таки организм борется? Организм борется, а врачи тоже борются. Так они тоже или помогают вашему? Правильно, Вадим, поставьте. Вам нужно здравоохранение или медицину? Ну, если правильно, диалектически поставить вопрос. Здравоохранение нужно. То есть, если мы развиваем здравоохранение, я предполагаю, что вы можете, ваше отрицание, которое у каждого есть в той или иной мере, может развиться. Что нужно для этого сделать? Дождаться, когда оно разовьется, тогда положить вас и сделать операцию. И содрать с вас много-много денег. Или отправить вас в дом отдыха на лето. В теплые края. Чтобы вы отдохнули от философии там. Почитали там 10 томов Ленина. Что нужно делать? Как подходить к решению проблемы здравоохранения? Или медицина? То есть, как у вас что-нибудь заболит? Зубы заболят? Мы выдернем ваши зубы, поставим вам эти шурупы. А некоторые из них приживутся. Ну, некоторые не приживутся, будет рак у вас тут, челюсти. Ничего страшного. Народу много у нас. У нас тоже много народу. У вас больше, конечно. У нас это... Они выбраковываются. Значит, они плохо лечились. И всё. То есть, даже нет такой сферы, где нельзя было бы применять диагноз. Но это к этому привыкать. Надо привыкать её применять. Но чтобы её применять, надо изучать. Вы изучили науку локи? То есть, я изучил в первом томе, в первую главу. Тогда я вам пример приведу. Значит, я вот рассказываю вам про устройство лопаты. Лопата. Чтобы сделать лопату, нужно сначала иметь металлическую часть, лопату. Раз. Во-вторых, нужно иметь черенок и шуруп один. А металлическая часть – это дырочка, чтобы было. Вот я здесь сделал. Пока я только выстрогал черенок. Вы подходите и спрашиваете, как применить вот это знание лопаты. И я вместо того, чтобы отвечать на вопрос, беру черенок и вашу черенку. Уже можно применять. Отбиваться от тех, кто задаёт такие вопросы. Вы лопату-то не собрали ещё, у вас винтик ещё не прикручен. У вас только этой части первой нет. То есть, вы дойдите до конца. Тогда у вас станет проблема, как применять. Вам нечего применять? Нет. Нет, а вообще. И вообще нечего применять. Потому что вообще у нас меньшинство прочитало науку логики. Причём сугубое меньшинство – это единицы. Список вам, хватит вам несколько страниц. Список всех людей в России и в мире, которые прочитали. А разговоров, вот список на тех, кто разговаривает про науку логики, это очень будет большой. А прочитавших – очень маленький. То же самое и этих самых верных ленинцев. У нас было миллионы, объявлявшие себя верными ленинцами. Прочитавших ленинцами, прочитавших ленинцами, собрание сочинений, единицы. Я знаю четырёх человек. Могу перечислить. Вы, если найдёте, мне сообщите. Вот этот профессор Казёнов, профессор Золотов из Нижнего Новгорода, Галко Виктор Иванович, кандидат экономических наук. И я, и всё. Вы ещё знаете кого-нибудь? Полное собрание сочинений, кто прочитал. Фамилия? Не скажу. Я думал, вы скажете «я». Нет, я не отвечаю. Слабак. Ну, потом скажете, что вы. Так, ещё есть вопросы? У меня вопрос тогда. Ещё есть? По поводу, вот, вы говорите, насколько я понял, про описание противоречия. Какие? Описание противоречия. Почему про описание? Не про описание, а формулировка противоречия. Да, формулировка. Это не описание. Извините, да. Описание. Вот формулировка противоречия, но при этом, судя по всему, нет таких инструментов, то есть, для разрешения противоречия. То есть, марксизм много того, чтобы описать. Значит, дорогой товарищ, я вас отсылаю к своей книге, которая называется, по которой я защитил докторскую диссертацию вот на философском факультете. И стал философом, хотя не учился ни одного дня на философском факультете. Ни студентом не был, ни аспирантом, ни докторантом. Получил докторскую. Потом передащитил еще в Институте философии, Академии наук. И преподаю здесь. Книга называется «Полномерное разрешение противоречия движения коммунистического способа производства в его первой фазе». Там сформулировано противоречие развития социализма и форма его разрешения. Вот вы прочитайте, потом будете говорить. Пока что именно как написано в книге, что если вы не будете по созидательную сторону бороться, то победит отрицательная сторона. Как только я это доказал, так социализм и рухнул. Вы что хотите? Хотите, чтобы наука объясняла то, что происходит, и указывала, что делать? Вот не делали то, что надо делать с точки зрения диалекции. Борьбы за социализм не было. Наоборот, объявлялось с самых высоких трибун, что социализм в СССР победил полностью и окончательно. То есть ничего не надо делать. Ничего, если окончательно победил, ничего не надо делать. А отрицательные тенденции, они всегда есть. Вот вы сейчас со мной разговариваете, а отрицательные тенденции в вас ведь не спят. Не спят. И болезнь, она может таиться, если вы не будете там укреплять свой организм. Поэтому надо всё время видеть не только положительную сторону и целую, а видеть надо и негативный момент, и любой деятельности. У нас уже есть даже негативный момент в нашей консультации, что она затягивается. Поэтому я это пресекаю, и на этом заканчиваем консультацию. Благодарю всех, кто проявил интерес. Науке философии красиво. Успешной сдачи можно. Павел Васильевич, вопрос тоже задавал. Вы смотрите, если в начале 20 века уже в России капитализм был, ну, достиг такой стадии, что возникла с революционной ситуацией, у нас была... Почему до сих пор, ну, уже почти, больше 100 лет прошло, не возникла такая же революционная ситуация в других странах? В США там же капитализм даже и не произошел. Почему? У нас таких революционных ситуаций было полно. Сколько было соц. стран? Ну, ни одна революция. Как это не произошло? Как ни одна не произошла? Вот считаем революцией. Следующая революция была, 28-й год. Монголии. Потом целые... Я спрашиваю именно про развитые капиталистические страны, как сейчас... Почему это радио? Что бы там про радио надо говорить? Почему? Уже произошла революция. Это же разрыв в главном звене. А все... А это уже стадия империализма. Здесь не в радио глажного, а там, где сложатся ситуации. Но уже все страны находятся про империализм или нет? Это мировое явление империализма? Империализм мировой? Как нет? Ну, как в Африке страны решили. Здравствуйте. Ну, а кого же грабят империалистические страны? Ну, да, с этой стороны. Вот те, кого грабят, те... Вот там скорее революционные ситуации. А вот в странах-метрополиях, там затрудняется создание революционных ситуаций. Вы вот не читали империализм как высшую стадию. Капитализм. Прочитайте. Там говорится, что... Значит, поскольку грабят империалистические страны, крупнейшие и передовые, грабят отставые страны, поэтому там усиливается всякая борьба. А здесь она ослабляется, поскольку подкармливает с помощью вот этой вот дополнительной прибавочной стоимости своих рабочих. И появляется такая простойка рабочих, которая называется Labor Latence of Capitalist Class. Рабочие приказчики класса буржуазей. Поэтому надежда на то, что в этих вот империалистических странах, которые подкармливают за счет той же Африки, и за счет той же России, которая вывозит сирец нефть, а там получают основную прибыль. Что, вот как прекрасно существует в Японии без вывоза. Там ничего не выводится, там и сырья нет никакого. Чтобы такая ситуация возникла в Америке, они должны перестать кормиться за счет стран, которые они грабят? Мы должны им тогда помешать кормиться. Но помешать им очень трудно, потому что они именно самые богатые. И помешать им сейчас может только Китай. И больше никто. Но если не мешать, такая ситуация у них и не возникнет. Не возникнет. Ну вот почитайте, это очень интересная штука. Я хотела бы уточнить. Вы можете подписать на подпись, там в видео. Все равно, как вам нравится. Хорошо. И подпись в центре, слева, справа. Подпись пишется под... Под... Не надо, а под... Подпись. Хорошо. Это раз. А во-вторых, обычно справа. Вы не заметили, нет вообще... Не заметили, но он не может... Справа. Вот и справа. Спасибо. У меня про определение общественного бытия. Вот сам термин. Это получается бытие всего общества и... Общественное бытие – это материальное производство. Еще раз. Производство является. Производство материальных благ – это общественное бытие. А более полное производство материальных благ – и людей. Людей же тоже производят. производит иначе бы человечество остановилось бы и все вот поэтому самая точная формулировка у энгельса происхождение семей частной собственности государства производства непосредственной жизни они после производства непосредственной жизни состоит производстве людей и тех благ которые нужны для их существования там я одежды питание и так далее все очень точно вот это общественное бытие а все остальное это общественное сознание но его тоже хотят туда сложите тоже считают что это бытие раз раз весь интернет так еще это если у вас какое-то исключительное обстоятельство вас какие исключительные обстоятельства мне нужно домой в витебск ну он сейчас я могу вас посмотреть так вопрос в принципе посомнила не все тут ваше мнение интересно то что вот если брать его именно наступление коммунизм и как вот уже вот общество там где уже будет отмена товарно отношения все такое то есть когда уже нахрен не будет отмены потому что такого понятия товарно отношения вообще нету и у маркса нью-ангелеса не у ленина вы такой не найдете и отмена его не будет она отмирает нету товара поэтому нету товарно-денежных отношений она не товар на этом производства при социализме не товарная потому что товар это продукт производимый для обмена если собственность одна что можно как какие отношения можно говорить об обмене вот вас правая рука слева и обменивается не может там это ваше все то что правый в левую руке то нет не может быть обмен в саде в саде с марта что как бы уже ранее я разогренность не не нравится как можно сохраняться денежные обращения когда денег нет денег нет то что нет товара это касается советский рубль это не это советский рубль это учетный эти знак учет да совершенно верно не по потребности по часть по потребности часть по труду возьмите свою зарплату разделить ее на сумму всех зарплат и получите свою долю вот вы свою долю получите в общественном складе предъявите эту бумажку или монету и получите вот и все никакого обмена нет нету обмена нет товара предсоставление и то что будет его и просто нету и не может быть а вот отпечаток товарности есть то есть иногда это себя проявляет люди пытаются сделать не то что нужно обществу а поменьше дать общество и побольше от него получить артели тогда были артели не заставляли никакого класса поэтому даже в конституции 36 года было написано допускается частный труд сейчас запускается без использования доемного труда допускаете не знаете что это линия развития ну зачем вот в этом кому-то чистите вы ботинки ну и чистите на здоровье или кто-то держит река ну и держите 3 коды это уничтожать стали подсобное хозяйство при хрущевле при сталине такого не везде существовали подсобное хозяйство рабочих совхозов в городах ну скажем даже у рабочих городских предприятий были значит какие-то участки где картошку они выращивают сверлю твою при хрущеве этого года и начали развивать товарно дня но это были не товарные деньги так как начали развивать товарное хозяйство в товарное хозяйство аналог частной собственности какая собственность при товарном поясе частная чтобы у нас были товары то есть я вот это вам, а вы мне что даете? Если ничего не даете, делай отсюда. Бартер – это и есть обмен. Не уже бартер, а бартер – это и есть обмен. И деньги – это тот же самый товар, только особого рода, все обладающие свойствами всеобщей обмениваемости. Обмен для обмена. Нет ничего для обмена в предсоциализме. Ну как могут обмениваться две части одного целого. Они не обмениваются. Есть план, по этому плану совершается движение. Вот непонимание этого привело к контрреволюции. Так, еще какие вопросы? Ну, можете спросить, а вот в материи, получается, есть объективный идеализм, объективный и материализм, правильный? Да. Ну все, и об этом нам нужно сказать. А работать в печатном виде или от руки? Ну, от ноги у вас не получится, наверное? От руки, да. Тогда давайте от руки. Спасибо. Еще вот такой вопрос. Там вот вопрос «нация, народ, национальность, народность, этнос». Это вот можно на примере какого-то? Нет, определять надо их. Чем они отличаются? Что такое народ, что такое народность, что такое нация, что такое национальность? Чтобы вы разбирались в этих понятиях и их не путали. Так, еще? Пожалуйста, вот такая формировка, внешняя формировка полетов. Нормально или нет? Ненормально, полей нет. Вы видели книгу без полей? Нет. Я тоже не видел. В энциклопедиях полей нет. Да. Значит, книги, они на века же издаются. Вот, скажем, вот у вас старая руководь, старая книга, да? Что с ними делают переплетные, когда восстанавливают историки, отрезают, вот там поля укорачивают, вот они уже такие ветхие, и желтые же осыпаются. Так раз, 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 и переплетают. Вот у меня так есть синаграмма 14-го съезда, которую мне принесли, вообще она в таком виде были, сделали мне в переплете прекрасно. А вот у вас сейчас раз, 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 и выкинуть. Вот. Но здесь какая-то должна быть заголовок. Заголовок такого слова? От слова голова. Да. Поэтому заголовок здесь, должен быть здесь или здесь? Посередине. Потому что у вас голова не на этом плече, а на этом и посередине. Заголовок посередине. Но вы сейчас можете увидеть в этом, в дорогом нашем интернете, справа, слева заголовки и так далее. Разделения могут быть, а заголовки, если это заголовок, посредине, раз, заголовок у вас нет. Кто написал подпись вот здесь? Внизу, справа, да? Внизу, справа, вот здесь, да? Дальше, расстояние между полями зависит от того, что вы делаете. Если вы делаете для проверки мною, значит, вам нужно побольше, потому что я могу вам показывать, где-то вписывать. А это мне легче зачеркнуть, всё. Вы что хотите? Я беру и вжих, не пойдёт. А так я беру и здесь исправляю у вас. Потому что я вот редактирую, а как я могу редактировать, если тут неприготовленное к редактированию? Вы же делаете не законченное произведение, а произведение, которое вы даёте на суд тому, кто может внести какую-то правку. Я тебе показываю пробку, вы с этой пробкой уходите и, так сказать, знаете, как правильно. Это же хорошо? Спасибо. Ещё? Тогда всё. Дмитрий Васильевич, за что у вас медаль сверху? Это означает лауреат премии Петровской имени Ломоносова, Петровской академии наук и искусств за развитие отечественной науки и просветительскую деятельность, так называется. Полностью. Вот у меня в Википедии есть статья, там полное название. Это описано. Спасибо. Пожалуйста. Так, давайте садитесь. Право нации – это положительное право или отрицательное? Право нации, смотря для какого класса оно рассматривается. То есть каждый класс его воспринимает по-своему. Нет, оно… Почему оно? Это демократическое право. Это зависит от того… То есть использование его зависит от того, какой класс им пользуется. Это другое дело. Но само по себе… Тут есть, тут есть содержится призыв к отделению в этом? Да или нет? Да. Нет? Нет. А лозунг какой должен быть? Нации должны соединяться? Соединяться, да. Или наоборот разделяться? Нации должны соединяться. Ну, пролетарский лозунг какой? Пролетария всех стран? Стран соединяйтесь. Или разделяйтесь. Или самоопределяйтесь и уходите отсюда. Соединяйтесь. А, положительные. Да, положительные. Нет, отрицательные. То есть смысл лозунг, говорит, отрицательные. Отрицается насильственное при соединении. И все. Да, нет. А соединение не отрицается. А насильственное соединение отрицается. Это право стало постоянным и послужило поводом для распада СССР. Это неправильно? Как оно может быть повод для распада СССР? Во-первых, СССР не распался. Ну, как это он распался? Это что такое? Что это за такое общество, которое само распадается? Вы придумали распад СССР? Была борьба против СССР или не было? Внутри была борьба против СССР? Внутри была. Извне была? Была. И почему это называется распад? Это что, вот такая бутылка, которая, знаете, бумажная, она полежала на солнце и раз, распалась. Совершенно неправильно. Это во-первых. Во-вторых, что значит постоянным? Послужило поводом для распада СССР. Как оно может быть поводом для распада? Ну, вот у вас есть право, так сказать, вот у людей есть право вступить в законный брак. Когда они вступили в законный брак, они теряют право на развод? Что право на развод – это призыв развестись? Нет. Так это положительное или отрицательное право? Это положительное. Что тут положительного? Ну, отрицательное, что оно отрицает насильственное удержание в одном союзе. Как может отрицание, осуждение насильственных попыток кому-то отделиться, насильственных, или удержание, как может оно быть поводом для распада или там, для уничтожения? то есть отрицается вот этот лозунг он отрицает только одно отрицает насилие вопросе соединение в один союз еще а призыв какой должен быть к самому тесному соединению призыв и право вот у вас право выпрыгнуть в окно есть выпрыгнуть вопрос есть права есть или нет запрет есть на это но так вы будете прыгать но так что вы хотите сказать что это если я вот говорю что у меня что у вас есть право выбрать новый скажете что я вас призвал что ли вы круто потом но это неправильно Продолжение следует...